Вселенная всегда была источником удивительных открытий, но недавно ученые столкнулись с чем-то поистине невероятным, загадочным сигналом из глубин космоса. Эта волна радиочастот, впервые зафиксированная при помощи массивного радиотелескопа, буквально ошеломила исследователей. В мире астрономии подобные находки встречаются нечасто, и каждый такой момент напоминает о том, как много мы еще не знаем о безграничных просторах космоса. Ученые знают много о радиосигналах, но этот особенный. Его частота и мощность выходят за рамки привычных природных феноменов, таких как пульсары или квазары. Сигнал отличается необычной регулярностью и ритмичностью, что делает его еще более непостижимым. Ранее фиксировались странные радиосигналы, одни из них исходили от молниеносных вспышек или взаимодействий черных дыр, но этот — другой. Он приобрел особую значимость из-за того, что его структура не поддается объяснению. Исследователи из нескольких стран объединили усилия, чтобы попробовать выявить источник этого сигнала. Самой интригующей деталью оказался необычно четкий паттерн, который повторялся с регулярной периодичностью. Сомнений быть не может. Это не просто шум или помехи. Он обратил на себя внимание ученых из лабораторий по всему миру. Каждый день приносит новые данные, которые добавляются в общую копилку знаний. Но что, если этот сигнал — всего лишь вершина айсберга? Каждая его деталь может раскрыть перед нами новую страницу в книге «Времени и пространство». Что скрывается за этими колебаниями частот и где они зародились? Ответы на эти вопросы могут полностью изменить наше понимание Вселенной и заставят человечество взглянуть на звезды по-новому. Актория поисков. Долгий путь к разгадке. Таинственный сигнал, полученный из глубин Вселенной, стал настоящим вызовом для современных исследователей. Но как именно ученые начали свой долгий путь к разгадке этой космической загадки? Все началось с огромного массива данных, который потребовал тщательного анализа. Многие десятилетия радиотелескопы по всему миру сканировали небеса в поисках аномалий. Но лишь сейчас наши технологии достигли уровня, позволяющего различать неуловимые сигналы от космического шума. Работа над расшифровкой загадочного сигнала началась с привлечения лучших умов из разных стран. Под руководством ведущих астрономов и физиков началось масштабное сотрудничество, в рамках которого использовались самые передовые алгоритмы и программное обеспечение для сортировки данных. Ключевой задачей было выделение уникальных характеристик сигнала, которые могли бы указать на его происхождение. Исследователи тщательно изучали каждый фрагмент, и вскоре стало ясно – перед ними нечто небывалое. На протяжении нескольких месяцев команды ученых концентрировались на выявлении источника сигнала. Они проверяли данные с различных радиотелескопов, чтобы понять, откуда он исходит. Использование новейших методов обработки сигналов позволило предположить, что его источник находится на расстоянии в миллионы световых лет от Земли. Это открытие добавило еще больше интриги в изучении космического феномена. Ученые также обратились к архивам прошлых наблюдений в поисках подобных сигналов. Неожиданно оказалось, что некоторые из ранее зафиксированных аномалий могли иметь ту же природу, но тогда технологии не позволяли их правильно интерпретировать. Эти находки лишь усилили загадочность, ведь оказалось, что сигнал имеет более древнюю историю, чем кто-либо мог себе представить. Таким образом, исследователи шаг за шагом приближались к разгадке этого феномена. Однако, по мере того, как они углублялись в анализ, возникало все больше вопросов. Смогут ли они разгадать все тайны загадочного сигнала? Или же предстоит столкнуться с еще большим количеством неразрешимых загадок? Необычные частоты. Что скрывают колебания сигнала? Исследование загадочного сигнала привело ученых к еще более сложным вопросам, когда они начали изучать его необычные частоты. Эти колебания, казалось, не следовали никаким известным физическим законам, что делало их уникальными в своем роде. Используя передовые технологии анализа, исследователи попытались досконально разобраться в этом феномене. Одной из особенностей сигнала стала его спектральная плотность, распределение которой было настолько неординарным, что это вызвало хаос в научных кругах. В отличие от уже известных космических радиосигналов, таких как те, которые излучают пульсары или квазары, этот сигнал имел четко выраженные всплески, повторяющиеся в определенной последовательности. Разбирая эти частоты по кусочкам, ученые обнаружили, что они складываются в сложную математическую модель. Некоторые теоретики предположили, что это может быть попыткой передачи информации, возможно, даже посланием от другой цивилизации. Для понимания механизма сигналов исследователи провели многочисленные симуляции, чтобы понять, как такие частоты могут возникнуть естественным путем. Однако ни одна из существующих гипотез не могла адекватно объяснить наблюдаемые явления. Тем временем продолжается сбор данных с помощью различных обсерваторий во всем мире. При помощи новых алгоритмов попытки расшифровать скрытые данные продолжаются, и каждая неудачная попытка становится ступенью к пониманию происходящего. Но что так настойчиво звучит в этом сигнале? Может ли это быть ключом к разгадке чего-то еще более грандиозного, чем уже было обнаружено? И хотя перегруженные умы продолжают работать в ожидании разгадки, каждая новая деталь делает вопрос еще более запутанным, обещая, что вскоре можно будет сделать важное открытие. Столкновение науки и воображения. Вероятные гипотезы? В поисках разгадки таинственного сигнала ученые сталкиваются с необычной задачей. Сравнить науку с воображением. Удивительно, но это противостояние оказывается не таким простым. На одной стороне холодная и рассудительная наука, основанная на фактах и данных. С другой, человеческое воображение, готовое рассматривать самые невероятные гипотезы. Первой и самой популярной остается идея о внеземном происхождении сигнала. Многие астрономы допускают, что это может быть сообщение от иной цивилизации, возможно, первая попытка контакта с человечеством. Эта гипотеза поддерживается необычной структурой сигнала, которая отличается от всего, что ранее фиксировалось. Однако не все согласны с таким подходом. Некоторые ученые считают, что подобная интерпретация может отвлечь от более приземленных объяснений. Они предлагают гипотезы о новых астрофизических явлениях, возникших в результате взаимодействия галактических объектов. Возможно, это следствие уникальных процессов в недрах нейтронных звезд или нечто, связанное с темной материей. Эти теории находятся не менее на острие исследований, но до сих пор не могут ответить на все вопросы, поставленные перед учеными. Другая гипотеза идет еще дальше, рассматривая возможность не только инопланетных сигналов, но и неожиданных процессов в нашей собственной галактике. Что если сигнал – следствие неизвестной физической закономерности, развивающейся здесь, в Млечном пути? Этот вариант требует еще более глубокого погружения в мир математических моделей и научных теорий. Так на пересечении науки и воображения рождаются самые смелые гипотезы. Каждая из них требует проверки, анализа и скептического подхода. Из глубин Вселенной – голос неведомой цивилизации. На протяжении веков человечество искало признаки жизни за пределами Земли, и этот загадочный сигнал стал лучом надежды для многих. Однако его происхождение остается загадкой, и специалисты прикладывают все усилия, чтобы вникнуть в тайны его природы. Для анализа сигнала привлекаются специалисты из разных областей – астрофизики, инженеры, криптографы. Они фиксируют каждую деталь, чтобы выявить возможные следы искусственного вмешательства. Одна из задач – определить, обладает ли сигнал признаками передачи информации, будь то код, язык или математическое уравнение. Даже малейшее отклонение от случайных природных процессов может сигнализировать о наличии разумной жизни. Между тем, в лабораториях по всему миру исследователи разрабатывают новые алгоритмы обработки данных, которые могли бы выделить из сигнала что-то значимое. Появляются новые теории, основанные на возможности того, что эта цивилизация использует технологии или методы, кардинально отличающиеся от наших, и они могут объяснить отличие этого сигнала от известных природных явлений. Такое открытие стало бы настоящей революцией в нашей истории, ведь оно изменило бы наше представление о месте человечества во Вселенной. Вскоре станет ясно, есть ли у нас основания считать, что нас услышали и ответили из глубин Вселенной. Почему стандартные модели не работают? Продолжая наше путешествие в тайны космоса, мы сталкиваемся с тем, что стандартные модели и научные теории, казавшиеся незыблемыми, сталкиваются с непреодолимыми барьерами при объяснении загадочного сигнала. Перед учеными встает задача, которая бросает вызов всем привычным подходам. Они обнаруживают, что сигнал не подчиняется ни одному из известных физических законов и не укладывается в рамки существующих моделей. По мере изучения сигнала исследователи все чаще сталкиваются с аномалиями, которые невозможно объяснить в рамках стандартной теории. Например, регулярные скачки в амплитуде и частоте, которые не соответствуют никаким известным источникам или процессам в космосе. Даже попытки использования крупнейших суперкомпьютеров и моделирования различных сценариев не привело к удовлетворительным результатам. Эта ситуация вызывает некоторое разочарование, но также подстегивает энтузиазм ученых. Осознание, что за пределами нашего понимания может скрываться что-то принципиально новое. В условиях такой неопределенности исследователям приходится пересматривать свои подходы, учитывая, что может быть множество факторов, ускользающих от нашего восприятия. Это может быть все — от недоучтенных космических явлений до совершенно новых форм энергии или материи. В ответ на эти вызовы ученые начинают разрабатывать новые концепции и теории, стремясь создать модели, способные объяснить наблюдаемое. Физики, астрономы и другие эксперты неизменно обсуждают свои наработки и гипотезы, организовывают семинары и конференции, на которых обмениваются впечатлениями и выкристаллизовывают новые идеи. Скрытые секреты В поисках древних аномалий Как ни странно, поиски ответа на загадочный сигнал привели ученых к изучению не только современных явлений, но и к исследованию глубин космической истории. В попытках понять, что именно представляет собой сигнал, исследователи обратились к архивам прошлых наблюдений. Фиксированные ранее аномалии, давно забытые и оставленные без должного внимания, теперь оказались в центре внимания. Некоторые из них казались отголосками тех же частот и характеристик, что и нынешний сигнал. Это натолкнуло ученых на мысль о существовании циклов или процессов, которые могли развиваться на протяжении многих тысячелетий. Эти древние аномалии прежде игнорировались из-за недостатка технологий для их расшифровки. Однако теперь, с помощью современных методик обработки данных, ученые способны выявить тончайшие детали прошлых событий и сравнить их с текущими данными. Идея о том, что сигнал может быть частью более обширного и древнего явления, стала новой отправной точкой для исследователей. Некоторые из них предполагают, что это может быть признаком существования неведомых космических структур или даже давно исчезнувших цивилизаций, оставивших знак или след в космосе. В поисках объяснения исследователи организуют масштабные архивные кампании, чтобы обнаружить и систематизировать все зафиксированные когда-либо аномалии, надеясь выявить закономерности или совпадения. Сопоставление данных с различных телескопов и обсерваторий всего мира превращается в настоящую охоту за доказательствами. Каждый найденный фрагмент становится частью головоломки, которая обещает изменить наше представление о космической истории. Охота за доказательствами В стремлении раскрыть тайну загадочного космического сигнала, ученые сосредоточились на активной охоте за доказательствами. В этом процессе использовались массивные радиотелескопы и новейшие технологии, чтобы зафиксировать малейшие изменения в структуре сигнала. Шагом вперед стало использование мультиспектрального наблюдения, что позволило ученым зафиксировать сигналы в разных диапазонах частот. Эти дополнительные данные предоставили более полно отображенную картину сигнала, помогая выявить закономерности и скрытые аспекты. В ходе экспериментов ученые запустили широкомасштабные симуляции, моделируя возможные сценарии, которые могли бы объяснить его происхождение. Эти симуляции и эксперименты стали основой для разработки новых гипотез о природе сигнала. Ключевой частью исследований стала разработка новых алгоритмов анализа, которые могли бы выявить скрытые параметры и характеристики. Команды инженеров и программистов создавали уникальное программное обеспечение, позволяющее обработать огромные объемы данных и выявить повторяющиеся паттерны. Эти алгоритмы помогали учащать и упрощать поиск закономерностей, приводя к новым гипотезам о происхождении сигнала. В процессе поиска доказательств ученые обратили внимание на множество косвенных факторов и связей. Они изучили взаимодействие с другими космическими объектами. Эти исследования включали в себя взаимодействие сигнала с магнитными полями планет и возможное влияние гравитационных волн. Каждое новое открытие обновляло картину и предлагало дополнительные пути для исследований. Расшифровка неизвестного. Обратная сторона данных. Пока ученые продолжают ломать голову над таинственным сигналом, они обнаруживают удивительные результаты анализа данных. Внимательное изучение структуры сигнала раскрывает множество ранее незамеченных деталей. Используя передовые алгоритмы и машинное обучение, исследователи выделяют необычные модуляции и разрывы в спектре сигнала, что может свидетельствовать о сложной структуре информации. Каждая попытка расшифровки превращается в интеллектуальный вызов. Новооткрытые элементы сигнала вызывают удивление. Они выглядят как некий вид шифрования, который пока никто не смог разгадать. Подозрения нарастают. Возможно, это действительно попытка передачи информации? В лабораториях по всему миру разработаны программы для анализа, которые пытаются преобразовать эти данные в какие-либо понятные формы. Тем не менее, несмотря на усилия, результаты по-прежнему остаются загадочными, вызывая массу вопросов. Однако, согласно автоматизированным анализам, сигнал показывает признаки упорядоченности и целенаправленности, что добавляет интриги. В этом сложном процессе ученые начали искать аналогии с известными кодировочными системами. Сравнение с известными шифровками не приносит результата, но обнаруживаются элементы, напоминающие математические последовательности, что, в свою очередь, возрождает гипотезу о внеземных источниках. Возможно, это может быть свидетельством присутствия в сигнале элементарных математических знаний как способа межцивилизационного общения. Тем временем ученые разрабатывают новые методы анализа и внедряют их в существующие системы, надеясь на прорыв в понимании сигнала. Новая эра знания. Возможные последствия открытия. Столкновение с загадочным сигналом из космоса не просто вызвало интерес ученых, но и заставило их пересмотреть свои представления о возможностях человеческого познания. Этот сигнал становится катализатором для изучения Вселенной на новом уровне, открывая дверь в неизведанное будущее науки. Ожидания от такого открытия колоссальны, ведь каждое новое знание стимулирует развитие технологий и расширяет горизонты. Наблюдая за этим процессом, мы видим, как ученые всего мира объединяют усилия, чтобы развивать новые методы и подходы, которые помогут разгадать тайну. Это, в свою очередь, требует создания нового оборудования и разработки инновационных теорий. Новые открытия могут стать основой для революционных изменений в различных областях науки и техники, от астрофизики до межзвездных путешествий. Возникает необходимость в создании более мощных телескопов и радарных систем, способных фиксировать и анализировать аналогичные сигналы с еще большей точностью. Изобретение таких технологий не только открывает новые возможности в исследовании космоса, но и улучшает повседневную жизнь на Земле через применение в других областях, таких как коммуникации и вычислительная техника. Этот сигнал также побуждает пересмотреть существующие модели и парадигмы, подсказывая ученым, что наша картина мира может быть далеко не полной. В процессе изучения сигнала исследователи осознают, что за пределами наших знаний может скрываться множество удивительных явлений и процессов, о которых мы даже не подозревали. В самом конце, когда сигнал наконец расшифруют, мы можем получить ответы на десятки вопросов о происхождении и судьбе нашей Вселенной. Это открытие даст человечеству новые перспективы для изучения межзвездных пространств и, быть может, открыт двери к контактам с другими цивилизациями. Независимо от того, чем окажется этот сигнал в конечном итоге, он уже послужил мощным толчком для развития науки и технологий, ведущим к новой эре понимания космоса и нашего места в нем. Продолжение следует...